Конфликт с участием Народной самообороны Запорожской области на одном из местных блокпостов привлек внимание региональных и всеукраинских СМИ. Больше об этом и других событиях вы узнаете прямо сейчас в эфире новости МТМ. Здравствуйте! Скандальный ролик с участием запорожских общественников выложил в сеть местный автолюбитель Александр Куницкий. Как говорит сам, один из представителей самообороны ударил его во время проверки на блокпосту. В подтверждение этого и приводит видеозапись с места событий. Наши журналисты пообщались с обеими сторонами конфликта, заодно обратились за комментариями к правоохранителям. Без малого за сутки это видео набрало более 100 тысяч просмотров на YouTube. На записи слышно, как человек в камуфляже в присутствии инспектора ГАИ просит водителя, то есть Куницкого, предоставить документы. Придеви, пожалуйста, удостоверение, что тебе ГАИ просит. Вы кто, извиняюсь. Да я тебе расскажу, сейчас кто. Дальше беседа продолжается уже на улице. Между Александром Куницким и представителями самообороны завязалась словесная перепалка. Финал неожиданный. Этот человек тебе, извиняю, он охреняет твою ***. Никто не охраняет ***. Взорвали ваш *** сегодня. Вы мне рассказывали. Взорвали штаб по всем нам. Взорвали же вас. Нет, не надо целить. Все это происходило в присутствии сотрудника милиции, рассказал впоследствии Александр Куницкий правоохранителем во время составления протокола. Произошел словесный конфликт, в ходе которого... В ходе которого он меня ударил. Ногой его бросил. В народной самообороне факт удара отрицают. Инцидент прокомментировал пресс-секретарь общественной организации. Я не видел как бы ни ногу своего товарища, которая бы била там часть тела какой-то Александра. Он уже неоднократно пытается дискредитировать работу нашей организации, что ли, при проведении рейда с гаишниками. То есть он приезжал, задавал вопрос, на каком основании, что вы тут делаете, предъявляете документы. Ну вот такого вот плана. Свою точку зрения высказал сам герой нашумевшего видео. Говорит, просто ехал с товарищем со стороны Никополя. На блокпосту их остановил сотрудник ГАИ. Инспектор ГАИ нас уже отпустил. Он сказал, что все, спасибо, претензий не имеете, можете ехать. Но люди, которые находились на блокпосту, самообороны города Запорожье, они заблокировали наше транспортное средство. Они положили шипы на дороге. И не давали нам уехать. В самообороне объясняют охрана порядка, в том числе и проверка транспорта. Это одна из их главных задач. Особенно с учетом нынешней ситуации в стране. Дело в том, что поведение Александра, вот такие вот попытки провокации, люди, которые через блокпосты пытаются провозить всевозможные запрещенные предметы, они приблизительно так себя ведут. То есть они несколько раз устраивают провокации, устраивают скандалы, надеясь на то, что в следующий раз будут думать, а это вот этот парень, который скандалит, у него все нормально, он просто нам, грубо говоря, рекомпосирует мозги. Если они отрицают факт нанесения каких-либо ударов, они не могут отрицать факт хамского обращения. То есть на видео четко видно, как люди ругаются матом, как люди угрожают. По моему глубокому убеждению, люди, которые называют себя защитниками нашего города и нас, как граждан, не имеют права себя так вести. О том, что и как должны делать общественники на блокпостах, рассказали в милиции. Там отмечают все прописано в законе. Об ударе и телесных повреждениях правоохранителя пока не говорят. Точку в конфликте должно поставить следствие. Видео с полной версией инцидента Александр Куницкий обещает выложить в сеть через несколько дней. Наши журналисты продолжат следить за развитием событий.